Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о ритме и композиции принта. Мы поговорили о том, какие есть рапортные приты в предыдущем видео. А сейчас я вам покажу, как из одного мотива создать много разных и интересных принтов. Мы переходим с вами в программу Adobe Illustrator. И я уже в программе Adobe Illustrator отрисовала линеарный векторный цветочек. Именно этот цветочек станет у нас основой для большого разнообразия разных и интересных принтов. Он у меня сейчас нарисован линиями и для того, чтобы, когда я буду с ним работать, линии оставались такими, какими они есть, я переведу линии в объекты. Это делается объект, контур, преобразовать обводку в кривые. Теперь каждая линия у меня это отдельный объект. И если я буду его пропорционально масштабировать, то, соответственно, все линии будут также пропорционально масштабироваться. Итак, самый первый вариант это у нас так называемый квадратно-гвездовой способ, то есть когда у вас есть клеточка. И по этой клеточке ваш рисунок постоянно повторяется. Давайте я вам сейчас покажу. Вот мы создали дополнительный прямоугольник. Он и будет, собственно, контуром. Положу его назад. Будем делать черно-белый принт. Сейчас я хочу показать именно принцип формирования композиции. Потом уже можно будет изменить. Для того, чтобы лучше было видно, я сейчас сниму его с монтажной области. И вы тогда будете видеть именно саму подложку. Вот смотрите. Вот такой цветочек. И вот у него есть фон. Сейчас мы из него создадим рапортный принт. В программе это делается очень просто. Выбираем все. Затаскиваем в образцы. Заливка создалась. Это один из самых простых способов создания. Вот что у нас получилось. Как я и говорила, квадратный гнездовой способ. То есть наш цветочек постоянно повторяется. При этом, видите, у нас есть вот эти белые пространства. Это наш фон. Если я сейчас возьму, скопирую наш цветочек и уменьшу количество фона. Соответственно, сделаю так, чтобы у нас было встык. То есть мы сейчас одним и тем же способом только уменьшаем количество фона. Вот я его, видите, к краям сделала. И именно этот кусочек у меня будет повторяться. Вот таким образом. Выбираю опять все. Закидываю в панель. У меня создался новый узор. И вот смотрите, какая сейчас будет разница. И мои цветочки стали находиться друг к другу более плотно. Уже видно, что восприятие данного принта, оно получается совершенно другое. Я сейчас не работаю с цветом вообще никак. То есть у меня чистый белый фон и на нем сделан рисунок. То есть мы смотрим именно ритм, именно композицию и то, как это можно формировать, что на это влияет. Давайте тот же самый принцип, еще один вариант. Только в данном случае я не уменьшу, а увеличу количество фона. Могу я его увеличить только с одной стороны. Например, вот так. И теперь отсюда я создам еще одну заливку. Смотрим. У меня еще больше увеличилось пространство, стало еще свободнее. Соответственно, я могу еще больше увеличить количество фона. И цветочки будут вообще у меня практически плавать на, соответственно, моем принте. Давайте еще создадим, чтобы было вот прям совсем плавающе. А потом буду показывать, что можно делать с этим дальше. То есть увеличиваю количество фона. Ну, понятно, да, у нас есть какой-то один объект, неважно какой. Я сделала цветочек для простоты восприятия. Может быть, все что угодно. Вот, смотрите. Один и тот же мотив. Просто мы поменяли количество фона вокруг него. И он воспринимается совершенно по-разному. Это чистая статика. Мы с ним ничего не сделали. Мы просто изменили количество фона. Теперь мы можем с вами от того, что у нас есть, например, деформировать наш мотив. Давайте смотреть. Беру вот эту как оригинал. Копирую. Adobe Illustrator позволяет копировать абсолютно четко, поэтому здесь можете не сомневаться. и выделяю цветочек и его чуть-чуть сдеформирую. Сделаю его более узким. Смотрим. Даже фон я оставлю так, как есть. Просто его сделаю более узким. Насколько поменялось восприятие. Могу его сплюснуть по-разному. Могу деформировать в разные стороны. То есть это еще один момент. Но поскольку мы с вами говорили, что мы будем делать один мотив, давайте мы вариант деформации уберем. А покажу. Добавляем немножечко динамики. То есть здесь у нас статика. Вот как он стоит, так и стоит. А мы сейчас возьмем. Скопируем наш мотив. И перевернем его кверх ногами. Теперь рапортом будет вот эта часть. Выбираю все вместе. Отправляю в заливки. Смотрим. Видите, добавилась динамика. Если здесь у нас было чисто статически, то теперь у нас один цветочек наверх, один вниз, один наверх, один вниз. И совершенно по-другому смотрится. Давайте сделаю с другим количеством фона. То есть наш с вами мотивчик. Вот он как есть, так и есть. Я его не меняю. Я его копирую. И переворачиваю. Еще раз. Выбираю. Закидываю в панель. Смотрим. Чувствуете разницу? Только мотив. И только его перевернули. Не играли цветом. Чуть-чуть поменяли количество фона. Дальше пробуем. Это очень увлекательный процесс. Если вдруг вы захотите им позаниматься, выделите себе 2-3 часа. Потому что оно занимает кучу-кучу времени и приносит огромное количество удовольствия. Теперь здесь, поскольку у нас фона достаточно много, количество фона может, цветы могут прибиться друг к другу, могут разойтись на разные расстояния. Так, я не вижу, соприкасаются они у нас или нет. Вот так. Выбираем все. То есть я просто беру тот мотив, который у нас изначально был. Еще другой рисунок. Да? И теперь еще один вариант. Будем 4 делать. Понятно, что их можно там чуть-чуть варьировать, и вы будете получать все время абсолютно разные варианты. Мы будем с вами работать в рамках того, что у нас есть, чтобы было более наглядно. Так. И еще один пример. Опять получили другой вариант. Я сейчас не выбираю, что вам что-то может больше нравиться, что-то не нравится. Я вот смотрю, понимаю, что вот, наверное, вот эти два рисунка мне нравятся больше. Или вот даже вот так бы я два выбрала. Но таким образом, имея один и тот же мотив, это автоматический способ такой раскладки. То есть вы можете это раскладывать руками, а можете применить возможность того, чтобы у вас произошла такая штука. Это мы с вами сейчас сделали поворот по кругу. Можно сделать то же самое, только зеркальный поворот. Пробуем. Сейчас я все выберу. Тот же самый мотив. И я его сейчас раззеркалю. В Adobe Illustrator тоже есть очень удобная функция. Называется она «Зеркальное отражение». Ставлю сюда точку. Раскрываю. Нажимаю кнопочки Shift и Alt. Он у меня сохраняется. Так. Выбираю все. Помещаю и смотрю, что получилось. Смотрится по-другому. Абсолютно по-другому смотрится. Хотя есть похожесть определенная. Давайте еще вот этот попробуем. Он тоже должен красиво смотреться. Этот мотив мы с вами раззеркаливаем. То есть изменяя количество фона вокруг. Не получилось. Выбираю точку. Раскручиваю. Shift и Alt. Отпускаю мышку. Чуть-чуть подвинула. Не попала я там точно. Вот у меня два цветочка симметричные. Смотрим. Еще что-то интересное получилось. По-моему у меня там получился... А нет, нет. То есть еще один вариант того, как может смотреться принт. Пробуем следующий вариант с количеством фона. Давайте я сразу два скопирую, чтобы мне потом удобнее было. Так. Сделали. Выбираем. И ему делаем зеркальное отражение. Сейчас они у нас прижмутся друг к другу. И будет вокруг них большое количество фона. Тоже должно смотреться очень интересно. Проверяем. Сделали. Опять смотрится. Мы сейчас с вами даже не трогали масштаб. Я сейчас масштаб тоже покажу. Это можно все настраивать. То есть абсолютно одинаковое по размеру. Если мы еще начнем регулировать масштаб, то вообще будет по-другому все смотреться. И еще один вариант. Опять беру зеркальное отражение. Отражение ставлю и сюда. Вот они у нас встали. Это основы композиции. Когда обучают в институте, то вот эти все ритмы, их на полосках на клетках отрабатывают. Я вам сразу на мотиве показываю. И вот смотрите. Буквально за сколько прошло времени, около 5 минут, мы с вами получили огромное количество разнообразных вариаций из одного мотива. Я мотив вообще не трогала. Я его только повернула к верхней гамме и отзеркалила. Больше я с ним ничего не делала. Не перекрашивала цвет, не изменяла масштаб. Просто вот только за счет того, что мы его повернули по-другому. Теперь вот из этого можно вытащить еще очень много всего интересного. То, что я сейчас вижу сразу и сразу получится достаточно интересно. Если мы вот эти два мотива еще раз отзеркалим, то есть мы мотив с вами еще раз удвоим. Соответственно, этот мотив еще раз удвоим. И этот мотив еще раз удвоим. У нас начнется формироваться дополнительный как бы мотив из простого к сложному. Вот таким образом. Смотрите. Так. Получился другой уже ритм у принта. И вот так. То есть мы уже его получили. И видите, здесь начинаются какие-то полосочки вырисовываться. Давайте я эти сделаю точно так же, чтобы у нас с вами была определенная симметрия того, что мы делаем. Мотив мы не расчленяем. Ведь можно же еще и по кусочкам его разбирать. сейчас просто берем его симметрично. И давайте это тоже так же сделаем для чистоты эксперимента. вот таким образом. Добавили немножко динамики. Смотрите, что получается. Уже перестает у меня все влезать. Кстати, очень хороший способ, когда вы удаляете принт и смотрите на него в целом. Вы видите больше глазами ритмовку, насколько он вибрирует и правильно ли это вибрация создается. Видите, вот здесь она равномерная. Здесь полосочки начинают проступать. Здесь тоже проступают такие четкие очертания каких-то мотивов. Расплывается уже изначальный мотив и возникает дополнительный. Поэтому в зависимости от пропорции данного принта, который будет использован на каком-либо изделии, а это может быть все, что угодно, это могут быть обои, футболки, толстовки, диваны, куртки, то есть вариация очень большая, оно у вас будет смотреться по-разному. Соответственно, когда вы приближаетесь, вы уже видите по-другому. Поэтому вот этот вариант приближения и удаления рекомендую использовать для того, чтобы получить соответственно восприятие. Что еще можно дополнительно сделать для того, чтобы оживить? Мы можем добавить еще больше динамики. И давайте это покажу. Создам сейчас новый дополнительный ряд. Если здесь мы с вами смотрели один и тот же мотив с небольшим изменением количества фона, сейчас я вам уже покажу некоторое изменение именно по динамике. Мы опять берем два наших цветочка. Сейчас я сгруппирую, чтобы мне удобнее было работать. И я хотела бы этим цветочком добавить динамики. Соответственно, один из цветов будет у меня перевернут так, второй будет перевернут так. Выбираю оба цветочка и смотрю, что у меня получилось. Видите, насколько по-другому у меня начинает смотреться. То есть, относительно вот этой стройности, которая была здесь, даже когда здесь я их перевернула местами, оно уже дает большую динамику. Это я сделала два цветочка. Можно сделать, например, четыре цветочка, которые будут смотреть в абсолютно разные стороны и давать возможности вот этой вот динамичной картинке соответственно проступить. Здесь обращайте внимание на какое количество фона остается вокруг, чтобы у вас оно было гармонично. Вот таким образом. Вот здесь сейчас будет лысое место, чтобы его не было. То есть, чтобы равномерно был заполнен рапорт. Сейчас мы назад уберем фон, цветочки вытащим вперед. монтаж на передний план. Вот смотрите, теперь такой мотив делаем. Вот они у меня полетели уже разнообразно. Хотя получилась дырка, надо ее уже подгонять по композиции. Что еще мы можем делать? Это уже чуть-чуть более сложный вариант, но тоже он возможно допустимый, особенно если вы работаете в программе Adobe Illustrator, это сделать очень просто. Давайте покажу, что. Я могу один из мотивов изменить по размеру. Соответственно, один из цветочков поменяла по размеру. и смотрим. Опять получилось по другому. Мы можем поменять два цветочка, три цветочка. В зависимости от того, сколько вы будете их сюда добавлять, так они и будут. То есть, если здесь у нас четкий рапорт за счет одинаконности нашего элемента, то здесь у нас оно уже начинает приобретать большую динамику. Даже если вы здесь только один цветок измените, чуть-чуть размер меняю, вот, чуть-чуть поменяла размер, уже будет принт смотреться по балансу по-другому. Абсолютно. Видите? За счет того, что оно у нас четко, симметрично, если я хочу, чтобы у меня этот принт имел большую динамику, я могу сделать следующее. Я могу вот эту часть отразить по горизонтали и еще можно ее вот так дополнительно сделать отражение. И теперь, когда я соберу этот мотив и сделаю из него принт, он будет смотреться уже по-другому. Что я сделала? Я тот же самый принт просто дополнительно отразила. Получила еще одну динамическую картинку. Вот такие приемы. Ими можно до бесконечности создавать новые вариации. И хочу заметить, что здесь мы совершенно с вами не говорили про заливки, про цветовые пятна. в этом варианте мы говорили только про простой мотив, изменение количества фона, добавили динамику за счет того, что данный мотив был перевернут кверх ногами, добавили динамику за счет того, что данный мотив был отзеркален и дополнитель и дополнительное отзеркаление. И уже после мы с вами пошли на полную динамику, когда мотив был просто произвольно перевернут, когда мотив был задвоен, затроен и произвольно перевернут, и начали менять масштаб. Вот что у нас получается. Вот такое разнообразие из одного маленького цветочка, не меняя никаких частей этого цветочка, не изменяя, используя базовую функцию программы Adobe Illustrator, вы получаете очень широкую вариацию разнообразных элементов. Сейчас еще покажу один момент, и на этом будем закругляться. Например, у меня есть вот такой принт. Что мы с ним можем сделать? Мы можем ему поменять масштаб. Я сейчас создам две копии и покажу, что я имею в виду. Не изменяя ничего в принте, кроме масштаба, есть инструмент масштаб, я его на 50% уменьшу. И также я его сейчас увеличу. посмотрите, насколько изменилось восприятие. Единственное, что я сделала, я мой принт целиком уменьшила и мой принт целиком увеличила. Что я сейчас могу сказать? Пока мы не полезли дальше, пока мы не сделали цвета, пока мы не начали делать какие-то интересные красивости, возьмите, нарисуйте любой мотив, вплоть до того, что это может быть даже буква, которая в алфавите. Только обязательно сделайте его контуром. Вы можете взять просто инструмент перышка и нарисовать, как я в данном случае нарисовала вот такой маленький цветочек. Он может быть намного проще, он может быть сложнее, в зависимости от того, что вы хотите получить. И попробуйте, поиграйтесь, посмотрите, как у вас будет формироваться принт и как будет формироваться вот эта динамика и разнообразие раппортных принтов. Раппортные принты это безумно интересно, это безумно здорово, оно увлекающее и часто его создание это просто такое путешествие в страну принтов, когда вы можете на все это посмотреть и полюбоваться. Большое вам спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк, если вам понравилось это видео. Если у вас появились вопросы, обязательно пишите мне в комментариях, я с радостью на них отвечу. Если у вас есть идеи или какие-то запросы, на что я могла бы снять видео и рассказать вам это объяснить, я тоже буду за это безумно благодарна. На сегодня все, отправляйтесь творить и пробуйте это самостоятельно. До скорых встреч, пока-пока.